Банные процедуры для самарских дождеприемников актуальные сезонные работы муниципального предприятия инженерной системы. Для того, чтобы подготовить сети дождевой канализации к пропуску талых вод, бригады в ежедневном режиме проливают горячей водой ливневки. Сначала на выбранном участке расставляют предупреждающие дорожные знаки. За ними движется так называемая проливочная бригада водителя-слесарь. На прощанье зима нередко устраивает им квест, скрывая под тающими пластами снега дождеприемники, но опытный глаз не обманешь. Если вскрыть дождеприемник мешает ледяная пробка, его проливают кипятком. В машине для этого имеется 10 кубов. Задача этой бригады на сегодня – очистить все ливневки на улице Мичурина на отрезке от Луначарского до Полевой. Это порядка 25 дождеприемников. На сегодняшний день, согласно графику, мы уже закончили пролив дождеприемников в особо опасных местах. Но в связи с частой сменой погодных условий, по некоторым адресам приходится проливать дождеприемник горячей водой повторно. В марте месяца мы выполнили и закончили уже работы по очистке и углублению оврагов на выпусках дождевой канализации. Это у нас Новокубежский выпуск, 22-й партсъезд, Чекист, Металлургический и Нагорная канава. В первую очередь проливают ливневки в особо опасных местах. Это те, что расположены в оврагах и низинах, где риск подтопления выше. Основные мероприятия по пропуску талых вод были выполнены еще в прошлом году. Сотрудники предприятия отремонтировали более 700 колодцев, очистили от мусора более 1800, а также произвели гидродинамическую очистку трубопроводов протяженностью более 55 километров. Виктория Шарая, Максим Гусев, События.